Доброе утро, уважаемые саровчане! На сегодняшнее утро, 19 июня, у нас зарегистрировано 348 больных, 113 выздоровевших, из болеющих 46 госпитализировано, 38 в нашей клинической больнице и 8 в Приволжском окружном медицинском центре. В общей сложности 2 тяжелых больных и 21 средне-тяжелый, остальные переболевают в легкой форме. 193 человека плюс к этому еще находятся под наблюдением на карантине и продолжается достаточно большое тестирование по количеству, которое позволяет нам вот в таком вот режиме выявлять каждый день где-то в районе 15 случаев чуть больше, чуть меньше новых больных. И меня просят сравнивать эту заболеваемость и вообще состояние с болезнями больше не с ближайшими регионами, а с нашими обслуживаемыми тоже ФМБА территориями и с закрытыми административно-территориальными образованиями. Я еще раз хочу сказать, что сама заболеваемость зависит от того, насколько далеко находятся эти города от Москвы и Московской области. Чем ближе к Москве, тем раньше там началась заболеваемость и высший уровень, и они уже начинают потихонечку выходить на плату и спадать. И мы за ними где-то с разницей в 2-3 недели идем. И чем дальше они расположены от Москвы, тем у них ситуация более отдаленная. Они только начинают набирать обороты, и заболеваемость их развивается примерно в таких же пропорциях, примерно с теми же темпами прироста. При этом я хочу отметить еще раз, чтобы вот нас с одной стороны радует, что большое количество людей переносит заболевание в легкой форме. Но при этом я хочу сказать, что и на наших территориях, с которыми мы сравниваемся, есть летальные случаи. Чаще всего тяжело переболевают и умирают люди с сопутствующей патологией и люди в возрасте. И, конечно, счастье любого города, любой больницы – выявить заболевание на более раннем этапе и вылечить его с тем, чтобы не было летального исхода. Но, тем не менее, они есть. И давайте я вам их озвучу. Давайте пройдемся хотя бы по зато. Зеленогорск – один смертельный случай, Новоуральск – один смертельный случай, хотя не от нас много дальше. Наш, Заречный, который рядом с нами, это уже 12 смертельных случаев. И я уже не говорю про Москву и Московскую область. То есть смертельные случаи, как только становится очень много больных и захватываются лица с заболеваниями, которые очень тяжело ведут себя на фоне COVID-19, тем труднее и тем больше вероятность вот этих смертельных случаев. Но сейчас я бы на первый план выставила даже не смертельные исходы, а выставила саму заболеваемость и само течение эпидемического процесса. На всех территориях, на которых курирует медицинскую деятельность Федеральное медико-биологическое агентство, две территории перешли уже в четвертую фазу эпидемического процесса, когда идет уже неконтролируемое большое распространение заболевания. На сегодняшний день это Обнинск и Заречный. В Обнинске у нас 1170 случаев этого заболевания. Это в абсолютных величинах и 15 смертельных исходов. В Заречном на сегодняшний день 736 заболевших и 12 смертельных случаев. Я оговариваю эти две территории для того, чтобы люди, которые собираются на праздники или в отпуск посещать там близких или родных, имели в виду, что эти территории сейчас очень опасны с точки зрения коронавирусной инфекции. Еще хочу сказать, что самое главное сейчас это предупреждение вспышечной заболеваемости. Я хочу привести примеры, опять же, по нашим территориям. Где у нас вспышки? Самая большая вспышка в Северодвинске Архангельской области. Там на рабочих предприятиях, кстати, общая численность работающих на которых совершенно сопоставима с численностью работающих у нас во ВНЕФ, на сегодняшний день вспышка с общим количеством заболевших 1383 человека. Это 1383, это не все заболевшие, а заболевшие в одной вспышке, то есть связанные одним источником, одним инкубационным периодом и одним местом, где они все заражались. Вот так быстро распространяется заболевание в коллективе, если не предусмотрены меры профилактики. Сразу 1383. Это очень серьезно, этим занималась прокуратура, этим занимался Следственный комитет. Есть уже люди, которые по долгу своей работы за это наказаны, но самое главное, что есть пострадавшие от этих заболеваний. Ну и дальше рассматривается групповая заболеваемость в других городах. Давайте посмотрим. 30 человек групповая заболеваемость в одном из работающих коллективов Железногорска, 36 случаев в одном очаге групповой заболеваемости на Смоленской АЭС, 11 человек на Курской АЭС, в Михайловском поселке в Саратовской области. Ну и мы с вами здесь же, у нас с вами уже есть, я говорила об этом, два случая групповой заболеваемости, и сейчас мы наблюдаем третий в Саровбизнесбанке. И мы четко, проведя анализ и по нашим, и то же самое делает и Федеральное медико-биологическое агентство. И точно такой же анализ приводит и в целом Роспотребнадзор. Вот все случаи вспышечной, групповой заболеваемости в работающих коллективах идут по одному и тому же сценарию. Люди с малыми симптомами или не с очень малыми, но которые пытаются их сбить и перенести на ногах, приходят и успевают поработать один, иногда всего только два дня. И вот за эти один-два дня с несоблюдением средств, с несоблюдением мер профилактики, они успевают заразить, а те по цепочке быстро разоражают других и появляется вспышечная заболеваемость. Поэтому на сегодняшний день, понимая этот механизм, уже акценты делают специалисты, обращаясь к людям, меры профилактики само собой. Но все-таки самым главным постулатом является сейчас следующий. Полный, абсолютный запрет на выход на работу с симптомами заболевания. Вот если наши люди будут понимать, что с любыми симптомами заболевания выходить на работу вообще принципиально никогда и никак нельзя, то у нас не будет вспышечной заболеваемости. Вот эти маленькие наши цепочки заболеваемости, эпид-процесс, который идет соматически и распространяется в близких кругах, он будет продолжаться вот на низком уровне, но у нас не будет сразу больших вспышек. Он не будет захватывать людей, соответственно, не будет захватывать людей с опустующими заболеваниями, соответствующим образом не будет и смертельных случаев. Вот наша сейчас главная абсолютная задача. А для того, чтобы все понимали, что абсолютно нельзя ни в каком случае выходить на работу с симптомами заболеваний, то мы должны знать эти симптомы. И я еще раз их с удовольствием повторю. И много раз буду повторять для того, чтобы все это поняли. Ну, конечно, когда у вас высокая температура, когда сильный кашель, слезятся глаза, когда у вас ломота во всем теле, понос, рвоты или еще что-то, это уж, конечно, всем понятно, что такой человек на работу не пойдет. Мы говорим о малых симптомах, когда человек считает, что он еще здоров. Вот, кстати, по всем нашим цепочкам совершенно четко видно, что в коллективы выходят люди работать в первый день. Как правило, у человека совпадает день, последний день присутствия на работе, выхода на работу и первый день заболевания. Это что говорит? Это значит, что с первыми симптомами он все-таки пришел на работу. Вот давайте поговорим об этих симптомах. Это очень важно. Что первое появляется до того, как уже высокая температура и кашель? Появляются совершенно первые, понятные всем, продрамальные, так называемые, симптомы. Когда человек чувствует какую-то слабость. Кстати, это стопроцентный симптом у всех больных коронавирусной инфекцией. Сначала появляется слабость, утомляемость. Некоторые говорят недомогание. Некоторые это говорят как просто быстрая усталость. Я стал очень быстро уставать. Это первый симптом. Второй симптом, он тоже очень характерный. Потеря обоняния, потеря вкуса. Иногда первыми симптомами являются они. Если вы чувствуете, что стали терять вкус при еде и вообще аппетит. Если вы чувствуете, что вы плохо различаете запахи или совсем перестали их различать, это уже достаточно для того, чтобы не выходить на работу, чтобы вызвать врача на дом, чтобы остаться. И любой вас в этой ситуации сейчас поймет. И с теми людьми, кто заболел, на этих этапах мы разговаривали. Все говорят одно и то же. Мы не стали вызывать врача. Мы пошли на работу, потому что у нас нет температуры. Без температуры нам никто не даст больничный. Это уже все давно ушло в прошлое. Сейчас и без температуры. Вот с этими симптомами вам разрешат остаться дома. Вам дадут больничный. Если больничный не дадут, значит у вас будет вариант. И мы с работодателями это проговариваем. Это не прогул. Значит вот с этими симптомами нужно обязательно остаться дома. Следующий тоже очень характерный симптом. Это небольшие изменения в верхних дыхательных путях. Это не обязательно сразу боль в горле сильная. Не обязательно сильное красное горло, как при других заболеваниях. Это достаточно. Першение в горле, какого-то легкого подкашливания, когда-то вот хочется немножко как будто что-то откашлять, что-то немножко мешает. Или осиплость голоса. Вот эти симптомы тоже являются первыми при коронавирусной инфекции. Ну и хочу сказать, что у некоторых вот этот этап, о котором я сейчас рассказала, он достаточно быстро проходит. Его не успевают замечать. Или связывают, например, с тем, что выпили что-то холодное. Где-то вышли с холодного в горячее, поменяли, простыли, искупались в холодной воде и считают, что это физиологическая реакция. Но тогда у них наступает следующий симптом, который тоже многие не замечают, а он очень важный. Это затрудненное дыхание. Вот оно тоже описывается с болевшими несколько разное. Вот как у нас написано, кто как говорит, ощущение тяжести в грудной клетке, одышка, небольшое затрудненное дыхание, сдавление небольшое в груди. То есть все его по-разному описывают, но это какой-то немножко недостаток. Я бы даже сказал не то, что недостаток, а неприятности какие-то, которые появляются. Мы же живем и дышим и не обращаем на дыхание никакого внимания. А вот когда мы на него начинаем обращать внимание, что-то вдруг не так становится, это тоже очень важный симптом. И, конечно, если есть эти симптомы по одному, по отдельности или все вместе, а уж тем более, когда есть температура и головная боль, это уже явный симптом, нужно остаться дома. Вот на этом я хочу сделать особый акцент. И возвращаясь еще к нашим цифрам, я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день наши поездки в дальние города тоже сопряжены с некоторыми особенностями. Вчера у меня были звонки от наших горожан, которые поехали в командировки и не смогли некоторые территории проехать. Я напоминаю, что у нас по-прежнему в Нижегородской области закрыты и нельзя проехать через Дивеева, Павлова и Кулебаки. И через них не просто нельзя проехать, а я напоминаю, что это карантинные зоны, из них нельзя ездить, ни туда нельзя не ездить, ни оттуда нельзя выезжать. Пока эти территории не открыты. И у нас есть территории, на которые ездят лечиться. Я хочу сейчас отметить, что несмотря на то, что начали работать некоторые санатории и курорты, не во всех территориях, во-первых, не везде свободно можно проехать. Проехав туда, не везде можно вести свободный образ жизни. Нужно на 14 дней оставаться на изоляции. И не во всех лечебных учреждениях у нас есть возможность вообще из этих лечебных учреждений выходить. Можно приехать туда на лечение и подразумевать под этим чисто стопроцентное лечение без выхода за пределы учреждения лечебного. Поэтому это все нужно узнавать заранее, прозванивать и таким образом строить свои планы на ближайшие дни. Я всем советую помнить об этом, помнить о том, что заболевание продолжается, эпидемический процесс продолжается. Надеемся, что вспышек не будет. Очень надеемся на вашу благоразумность. Желаем вам в этой части больших успехов. А пользуясь тем, что у нас в выходные день медицинского работника, я хочу поздравить всех наших медицинских работников с их профессиональным праздником, пожелать им самим здоровья, пожелать им успехов в лечении всех их пациентов и, конечно, личного счастья. Всего доброго, всех с праздником, до свидания.